Всем привет, зрители и подписчики канала Рик Антона. Сегодня мы еще разберем ряд простых финтов. Ребят, я не буду делать это, как делают многие туториальщики, рисовать, как это делать с трелочками. Я буду вам стараться показать это именно на геймпаде. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте жать колокольчик. Ну а если вам нужны монетки для прокачки вашего состава, то следующие 30 секунд видео для вас. Ну а если уже сегодня вы хотите приобрести себе Баппе, Месси, Немар или может быть Криштиана Рональда, то сайт Автофуд для вас. Монеты FIFA 23 с автодоставкой системы антибан на любую платформу. Sony PlayStation, Xbox, PC, также вы получаете кэшбэк 5% и более. Ссылочка будет в описании, а также в закрепленном комментарии. Также на сайте вы можете купить себе подписку PS+, игру FIFA или другие топовые игры. Поехали, погнали. Ну что, ребят, итак, начнем. Первый финт Bull Row, ребят, очень легко делается. Зажимаем L1, левая, левая обязательно, левая верхняя кнопочка. И делаем стиком назад-вперед. Делайте это по движению. То есть вот как мы играем, допустим, если я делаю это в левую сторону, мне надо забить, то, соответственно, я делаю назад-вперед, в правую сторону, потом вперед. Следующий, ребят, очень простой фейковый удар, ребят, здесь очень просто. Все то же самое. Опять зажимаем левую кнопочку, зажимаем левую кнопочку. И нажимаем удар-паз. Вместе это делаем. Зажали удар-паз, зажали удар-паз. То есть пальцы проскальзывают, ребят, по геймпаду. Удар-паз. Все очень просто. Удар-паз. То есть вот так вот делаем. И, соответственно, делается ложный замах и уход в сторону. Здесь можно еще подыгрывать себе стиком. Стика можно подыгрывать, чтобы, соответственно, ну, в какую сторону вы хотите поменять движение, ребят. Хороший финт. Очень простой. Я считаю, он самый элементарный. То есть здесь можно и вратарям обыгрывать, и игроков. И, в принципе, делать ложные движения. То есть соперник ваш может пойти в одну сторону, вы в другую. Это очень хорошее движение. Дальше движение, которое вам, скорее всего, не пригодится. Ну, просто, так сказать, по приколу вы должны его знать. Тоже типа фейкового удара, но на месте, ребят. Делается он как? Зажимаете L, соответственно, 2. Это уже нижняя левая кнопочка. И все то же самое. Удар-паз. Удар-паз. То есть L2, держите его. Удар-паз. Делается замах на месте. Иногда где-то на бровке это может проканать. Тем самым вы потом уже только в нужный момент нужно все-таки куда-то уйти. Ну и все. Дальше, ребят. Последнее, что хотелось бы рассказать, это чеканка с лету. Ребят, тоже довольно такой интересный трюк. То есть вы можете, в принципе, и подкидывать мяч, и даже проскочить мимо игрока таким способом. Здесь просто вы двигаетесь в нужную вам сторону и просто жмете стиком. Правым стиком прямо его нажимаете, продавливаете. Ну, главное его не сломать. Вот. И, соответственно, игрок начинает чеканить. Чеканить с лету. То есть каждый раз его надо нажимать. То есть на каждое касание мяча мы жмем стик, мяч подпрыгивает. Ну что, ребят, надеюсь, видео вам было полезно. Вы что-то для себя узнали новое. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, любите футбол. Играйте в FIFA 23. Хорошего вам дня, ребята. Если у вас есть какие-то свои фишки интересные, обязательно пишите. Будет интересно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok